Всем привет, сегодня пойдет речь о датчике. Без датчиков умный дом мы не построим. Датчик достаточно интересный. Датчик у нас ZigBee, требует шлюза. Но датчик у нас какой? Датчик вибрации. Я бы давно не встречал. Подставляется вот такой вот коробочке, без никаких познавательных знаков на предмет фирмы. Из инструкции мы можем скачать Smart Life APP или Tuya Smart. Питается от двух батареек типа AA, а мини пальчиковые, ну и получается 3 вольта. И вот здесь у нас в принципе вся инструкция. Дальше сам датчик. Сам датчик и двухсторонний скотч для крепления продумали. То есть мы можем прикрепить его как на двухсторонний скотч, так и с помощью двух саморезов. И дюбельки уже пластиковые идут в комплекте. И вот наш находится сам датчик. Маленьким я его назвать не могу, потому что элементы питания все-таки у него вот тут располагаются. В принципе при нормальной работе где-то около двух лет он может работать на этих элементах питания. В нижней части расположилась кнопка светодиод индикации работы и тут же вот такая вот полосочка. Скорее всего корпус датчика используется дополнительно для датчика открытия, потому что сюда можно поставить ощущение, что гиркончик неплохо будет смотреться. Верхняя часть гладенькая. Размеры датчика составляют 69,4 на 24,4 при толщине 20 мм. Задняя часть сбегается и предоставляет доступ нам к батарейкам. Две штучки у нас. И мы можем ее действительно или перекрутить с помощью вот отверстия у нас здесь есть, либо же повесить на двухсторонний скотч. Я наверное все-таки рекомендую больше двухсторонний скотч, так как в случае чего можно банально снять, переклеить и переустановить другое место по желанию. В своих обзорах я всегда стараюсь показать внутренности, если это возможно без поломки, но бывает, что и случаются поломки. Отковыривал уж сильно китайцы, как-то здесь защемили вот эту фигнюшку, что я болт открутил, ну винтик, а блин, сломал кнопку, так что будем пытаться без кнопки запустить. В общем, в принципе, вот что из себя представляет. Этот модуль датчика удара откровенно я не вижу, и, скорее всего, вот это он, может он вообще вот здесь. Не знаю, грубо говоря, надо надеяться какой-то увидеть, но его я не вижу. И построена у нас система засунок, 20-20, 6-го, 11-го, здесь 2, 2,96. Все, никаких больше обозначений я не вижу. Скачиваем и устанавливаем приложение Smart Life, либо Tuya Smart. Добавляем наше устройство, для этого нажимаем плюсик вверху, я все добавляю вручную и так более надежней. У нас что это? Зигби протокол, значит, берем розетку Зигби, и неважно, выбираем наш шлюз, шлюз должен быть. Зигби шлюз, ссылка как на этот товар, так и на шлюз будет в описании под видео, там же будет группа на телеграм-канал, где вы можете задать все свои вопросы, акции, новинки, купоны, опросы, просто живое общение, вперед. Так как вы кнопку ломать не будете, поэтому вы ее удерживаете в течение 5 секунд, пока сюда идет администрация и начнет быстро мигать. По сути, ребят, это всего лишь датчик, да, нет, то есть сработал, не сработал, который призван у нас обеспечить безопасность нашего дома, то есть в принципе разбитие стекла, в том числе и входит сюда, то есть датчик движения понятное дело, но датчик вибрации тоже можно где-то применить, можно применить его даже в автоматизации лестницы. Если у нас второй этаж есть, на первую ступеньку на верхнюю кидаем датчик вибрации, человек вступил на ступеньку, есть вибрация, сразу включился свет. У нас в главном меню 100% батареи, нету вибрации, нету алярма, потому что она еще будет красненьким. И настройки. Настройки интересные, ребят, здесь вот допустим нифига не понятно, потому что есть два переключателя, но не подписали их, но есть настройка чувствительности low height, я пока этого трогать не буду, пусть как оно и будет. И здесь соответственно запись наших алярмов, запись тревог. В самой настройке информация об устройстве, я еще раз напомню, это у нас ZigBee датчик, то есть требует отдельного шлюза ZigBee, но не нагружает наш роутер Wi-Fi, мгновенность на автоматизация понятна, оффлайн уведомление, если вдруг датчик выпадет в оффлайн, вы получите уведомление, общий доступ, группу можем создать датчиков, добавить награм-награм и проверим обновление. Обновлений нет, версия 1.06, но слава богу не 1.0, возможно там еще доподпишут. Давайте попробуем сделать вибрацию. Видите, сразу сработало, сразу же алерт пришел, что вибрация и сразу пропало. То есть алерт на телефон приходил практически моментально. Ну давайте чуть слабее ударю. Да не, ему вообще в принципе достаточно даже легкого удара, чтобы он сработал и сразу же, видите, глубокая ночь, 20.36, вибрация. То есть очень неплохая отработка. Какие примеры установки и автоматизации? Давайте кстати тоже пишите под видео и в телеграм канале, какие у вас есть идеи автоматизации конкретно на датчика вибрации. Это я думаю будет интересно. Вот так вот выглядит наш лог работы, когда была сработка. И вот здесь на главном экране тоже видно, что 21.28 была сработка. Кроме вибрации, ребят, датчик еще понимает наклоны. Вибрэйшн алерт, видите, я его просто наклоняю, а он уже делает, ну правда пишет вибрэйшн, но странно. И то же самое понятное дело, что если его уроню. То есть если мы его даже на какое-то окно, на открытие поставим, то если мы изменим его положение, сработает алерт. Причем сразу же. Автоматизация по сути, ребята, здесь должна быть простая. Почему? Потому что это датчик, да, нет, сработал, не сработал. То есть мы сейчас берем при изменении статуса устройства, выбираем Vibration Sensor и здесь есть состояние стрессения или уровень заряда батареи. Уровень заряда батареи мы можем допустим послать себе нотификацию, хотя она и так будет. Уровень состояния, смотрите, нормальное, это когда он вернулся в нормальное состояние, то есть когда нету на него раздражение, вибрация, падение, хотя я не понимаю, чем отличается от вибрации, и наклон. Наклон мы уже определили, что в принципе даже без вибрации он при смене положения, он сразу же присылает алерт, соответственно сработает. Ну давайте просто Vibration. И здесь мы что можем сделать? Запустить устройство, умные сценарии, кондиционеры, вплоть до того, что мы можем запустить какую-то умную розетку с подключенным в него ревуном, либо же запустить свет. Ну то есть ребят, достаточно много вот выключатель кабинет, можем допустим сделать, что он сейчас выключит свет. Давайте вот off, сохранить, далее, все. Да, начать. Все, сейчас должен выключиться свет в кабинете. Оп и свет потух. То же самое, если допустим можно сделать, если статус изменился, свет включился. То есть вы всегда будете знать, что кто-то из непрошенных гостей пришел, получить уведомления и сделать интересную автоматизацию, которая будет основана действительно на вибрации, либо на изменении угла наклона, в том числе. Под себя можете придумать, кастомизировать, мне напишите какие идеи, если у вас появились под видео, в телегу и прочее. В принципе, не хочу больше рассказывать, ничего тут больше рассказывать и нечего. Вы не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, если видео вам понравилось. Если не понравилось, пишите, что не хватило, что, о чем еще можно рассказать. Не забывайте, ссылки все под видео, там же телеграм-канал. Всем всего хорошего, я надеюсь, видео было вам полезным. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok